Я за игрока всегда. Когда я подсказываю, она сделала мою карьеру. Захейтили Юляну Караулову. Если по первому каналу не показывают, то для них этого нет. Я работала с Яной, я ушла от нее. Она сразу тебя отпустила? Вообще, Яна человек слова. Я бы, наверное, если бы мы не поссорились, не ушла бы никогда. Я иду бесконечно долго. Спойлер, ничего не получилось. У вас действительно был роман? И я им сварила пельмени, и он съел эти пельмени, и такой, я влюбился. Мы не подписались, но мы договорились. Всем привет, это Мадонна. Вы на моем YouTube-канале. А пока не приступили к просмотру, пожалуйста, подписывайтесь. Это крайне важно для продвижения этого канала. А сегодня в гостях у меня певица, телеведущая Юлиана Караулова. Юлиан, привет! Привет, привет всем! Очень рада, что ты пришла ко мне. Очень приятно, что ты меня пригласила. Недавно я увидела тебя на мероприятии светском, которое организовала Яна Рудковская, и думаю, Юлианна, столько лет, и ты не забавляешь оборот, остаешься такой же красивой, модной. Сколько же ей лет, подумала ты. Несколько лет после «Фабрики звезд». Для меня «Фабрика звезд» – это целая эпоха, и после нее вот каждый раз обновляешь себя. Сейчас ты лицо Озон, большого маркетплейса. Телеведущая на Первом канале, ведешь популярнейшую передачу, культовую, можно сказать, уже, кто хочет стать миллионером. Мне кажется ли, вот сейчас можно назвать, что ты на пике карьеры своей? Ну, я очень хочу верить, что это все-таки не пик, потому что если это пик, то это значит, что через какое-то время наступит спад. А я хочу верить, что, как минимум, это какая-то спираль, по которой я все-таки иду по направлению вверх. Ну, по крайней мере, я стараюсь для этого многое делаю. А во-вторых, я действительно давно занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Давно в шоу-бизнесе. В этом году 20 лет «Фабрики звезд» нашему выпуску. Такие, знаешь, страшные цифры вслух. Бывали взлеты, бывали падения, бывала какая-то стагнация, такая местами депрессивная. Поэтому я как-то, знаешь, морально, в общем, готова, конечно, ко всему, понимая, что всякое бывает, но верю в лучшее. А сколько же тебе лет? Тебе 5 лет? Выглядишь на 25. Мне столько же, сколько тебе. Ну, спасибо тебе большое. Ты стала телеведущей Первого канала «Кто хочет стать миллионером». Для многих, может быть, это удивление, но, на самом деле, я посмотрела твою историю, так скажем, ведения телепроектов. Ты очень давно телеведущая. Ты вела разные проекты от Первого канала до телеканала «Домашний». Ты вела про моду. Кстати, выглядишь ты всегда потрясающе на мероприятиях. Что поменяло в твоей жизни, когда ты стала ведущей федерального телеканала и такой популярной передачи? Только вот вчера обсуждала это с подругой. Но, как мне кажется, поменял это несколько вещей. Во-первых, для некоторых людей в их глазах поменялся мой статус, потому что они стали как-то по-другому на меня смотреть. В основном, конечно, речь идет о людях более взрослого поколения. Плюс, скажем так, для каких-то людей в регионах, если говорить о мероприятиях, потому что в том числе я артист выступающий, гастролирующий, это тоже важно. Это определенная статусность и для них это определенный вес, который может прибавиться к их событию, скажем так. Во-вторых, наверное, это и в первую очередь это поменяло меня для самой меня. Потому что глобально же ничего не изменилось. Ну, так вот, прошел год, как я веду эту передачу. Понятно, что в каких-то вещах я стала более опытной. Но я стала, как мне кажется, спокойнее, потому что у меня всю жизнь всегда был комплекс самозванца. И он продолжает во мне присутствовать в определенной степени. И вот когда я стала вести эту передачу, через какое-то время я так немножечко все-таки подуспокоилась, потому что я поняла, что, в общем, все не так плохо. И что вообще-то настала пора себя похвалить. Потому что я всю жизнь себя пилила. Хотя, может быть, так со стороны это не очевидно считывалось. Но я всегда была всем недовольна. Мне казалось, что я там недостаточно хороша в этом, недостаточно хороша в этом. Здесь я там приложила недостаточно усилий. А когда вот я вышла, скажем так, в рамках ведения этой передачи, назовем это на определенное плато, я поняла, что, ну, не то, что можно успокоиться, а просто вот, ну, важно себе сказать, что ты много сделал, и это все не просто так. Потому что действительно прошло 20 лет, и я много вела, я много делала. И, естественно, первое время я столкнулась с волной, ну, не хейта, ну, скажем, критики. Хотя хейт, конечно, тоже был. И вот когда это все поулеглось, когда стало чуть более стабильно, когда появился воздух, я вот стала себя чувствовать по-другому. Ну, возможно, ты знаешь, это все совпало, первое со вторым, потому что и я себя стала чувствовать по-другому, и люди меня стали немножко по-другому воспринимать, и это как-то все вкупе сработало. Не все вспомнят, что ты не просто ведешь эту передачу. Ты прошла эту передачу, ответив на все 16 вопросов в свое время с партнером, по-моему, да, вдвоем? И всего, как я знаю, всего 6 участников. 15 вопросов только. 15. Да. И всего, по-моему, 6 участников, кто дошел до конца и выиграл это шоу. Ну, это, наверное, в нашей стране. Ну, конечно. Подожди, даже, наверное, не 6, меньше. Я читала какую-то статистику, честно говоря, после того, как это все произошло. Ну, действительно, немного людей, но в нашей стране, по-моему, 3 пары. Ну, мне кажется, это мега заслуженно, что ты как умная девушка, ответившая на все вопросы, кто хочет стать миллионером, становишься ведущей. Для меня это суперсправедливо. И на самом деле удивительно, что девушка из шоу-бизнеса приходит и просто срывает, можно сказать, и кассу интеллектуальную, и кассу, там, не знаю, давали деньги, когда вы победили? Конечно, давали. Ну, во-первых, спасибо. А во-вторых, я, конечно, должна отметить, что все-таки это передача, в которой в огромной степени имеет значение удача, какая-то легкость и, в принципе, твое отношение ко всему происходящему. Потому что зачастую приходят очень умные люди, они волнуются, они понимают, что очень многое на кону, они боятся сделать ошибку, и в итоге они ее делают. А приходят люди, которые, возможно... Да, они столь эрудированы, но они просто очень легко к этому относятся. Это, кстати, в принципе, показатель того, наверное, как нужно к каким-то важным вещам, в том числе, относиться к жизни. Знаешь, когда ты это все тяжелишь, когда ты слишком давишь на себя, слишком давишь на обстоятельства, на людей, то не всегда получается. Все-таки на такой легкой энергии, на таком кураже все происходит значительно легче. И мы вот, когда играли с Тимуром, во-первых, давай разделим наш успех пополам. Ну, конечно. Это немаловажно. Тимур все время говорил, давай заберем деньги, все, давай уходить. Мы еще оба опаздывали на самолеты, а я говорила, нет, давай сыграем, у меня такой азарт включился. Хотя, честно говоря, человек не азартный, но вот там это как-то все совпало. Расскажи особенность введения интеллектуальной передачи. Есть ли какая-то неловкость, возникающая в ходе, не знаю, вопросов, когда ты понимаешь, что ты сама не ответила на этот вопрос? Ну, такое бывает очень часто, во-первых, особенно когда вопросы после определенной суммы, они достаточно сложные. Во-первых, конечно, часто приходят люди, я понимаю, что абсолютно точно, не знаю, не буду приводить никакую статистику, в процентное соотношение. Ну, часто приходят люди, которые умнее меня, естественно, на читании, умнее меня, уровень экспертизы, которых в определенных вещах выше моего, естественно. Ну, это нормально. Это нормально, и с ними очень интересно. А еще интереснее с ними вступать в перепалки, это моя любимая. Вот недавно у нас играл очень умный участник, я не буду говорить, кто, и мне с ним было чрезвычайно интересно, потому что он пытался мне дерзить, ну, так, знаешь, кокетливо, но тем не менее. И в этом была какая-то такая живая энергия, противостояние, это было классно, и в итоге эфир получился очень классно. Тут главное, знаешь, честно себе признаться, что ты не в интеллектуальной схватке с этим человеком, я ведущая, а он играет. Есть между нами разница. А во-вторых, конечно, первое время мне нужно было, что называется, въехать в определенные нюансы, нюансы формата, нюансы того, какая я в этом. И я очень переживала, когда мне сделали предложение стать ведущей, для меня самой это была большая неожиданность. И когда мы только начали обсуждать с редакторами, там, с продюсерами, вообще, как все это будет, я их спрашивала, а почему я? Я думала, что исходя из этого ответа, я пойму, какие качества в себе мне, скажем так, нужно будет подчеркнуть, на что сделать акцент. И мне просто сказали, будь собой, вот просто будь собой. Я думаю, ну, я могу быть разной, я могу быть вот такой, могу быть вот сякой. И в итоге, конечно, потребовалось какое-то время, для меня, для самой, опять же, понять, какая я в этом формате. Но мне кажется, что сейчас мы уже вместе с командой, конечно же, это все нащупали. И, естественно, я сегодня намного расслабленнее, чем год назад, когда мы это все начинали снимать. И изначально я понимала, что мне не стоит это делать так, как делали мои предшественники, просто потому, что мы разные люди, просто потому, что у нас разные энергии, и, в принципе, время поменялось, все поменялось. Поэтому я не вступаю с ними ни в какие конкуренции. И просто стараюсь это делать так, чтобы в первую очередь было интересно и мне, потому что, когда я понимаю, что интересно мне, значит, будет интересно моим, скажем так, людям моего поколения, людям, с которыми я общаюсь, на которых я ориентируюсь, и которые живут вот сегодняшним днем. Моя сегодняшняя героиня Юлиана Караулова, федеральный амбассадор Озон, это огромное дело, и об этом сотрудничестве мы говорим чуть позже в выпуске, посвящен даже целый блок данной теме. Ну, я, конечно же, как девочка, не могу не воспользоваться случаем рассказать вам о своих последних покупочках на Озон, все на мне, поэтому рубрика «В чем мы?» переезжает на чуть раньше, чем конец выпуска, и прямо сейчас покажу, что на мне. На Marketplace Озон есть удобные разделы, где собраны все трендовые и модные вещи прямо для вас. Я, например, зашла в раздел яркий casual и выбрала вот такой яркий лонгслив в красную полоску. В разделе выбор стилиста Сергея Сухова я нашла классные белые джинсы, они, кстати, очень универсальные, от бренда Shockroom. А в разделе образы для яркого лета купила вот такие универсальные белые босоножки, они вообще подойдут под все, от бренда Toccardi. Ну и за финале свой образ я решила джинсовкой Conos, который я обязательно прихвачу при выходе из студии, потому что прямо сейчас у нас идет дождь. Мой свежий летний аутфит приехал буквально за один день курьером на дом, но вы можете еще организовать доставку в пункт выдачи, померить там и одежду, и обувь, и только после примерки оплатить товар. Ну а если что-то не подошло, вернуть деньги. Обновляйте гардероб прямо сейчас, лето проходит очень быстро. Ссылка в описании к выпуску. Мне кажется, все-таки женщина всегда эмпатичнее, то есть, когда мужчина ведет, он строго ответ вопрос, вопрос-ответ. Смотря кто играет. Если напротив мужчины сидит красивая женщина. Может быть, но вот у тебя не возникает иногда желания подсказать? Конечно, не возникает. Ты это делаешь? Ну, иногда подсказываю. Да все иногда подсказывали и подсказывают, особенно, когда речь идет о каких-то первых вопросах, и человек просто теряется, знаешь, очень многие люди, которые к нам приходят, они впервые в ситуации съемки, для них это стресс, естественно. Плюс еще же все боятся, даже если этот человек в общем известный, публичный, с определенным опытом публичных выступлений, все боятся показаться глупыми. И это нормально, это, наверное, что-то такое инстинктивное, поэтому как бы человек закрывается, когда нужно просто поразмышлять, иногда вслух, чтобы было легче. человек этого не делает, и ты, естественно, пытаешься его навести на какие-то мысли, пытаешься его расслабить, пытаешься там с ним как-то пошутить, чтобы он просто понял, что тут за него, не против него. Я за игрока всегда. Ну, кстати, вот ты затронула тему такого небольшого хейта, я не назову это хейтом, какого-то, знаешь, недопонимания, потому что много лет вел Дмитрий Дибров эту передачу, но совершенно другой типаж, не потому, что не хотят видеть тебя, но просто вот Дмитрий Дибров, и приходит совершенно другой персонаж, Елена Караулова. Как ты вообще пережила вот моменты недопонимания аудитории, которая вообще не понимала, почему здесь девушка села на место Дмитрия? Ну, во-первых, я была к этому морально готова, я понимала, что так будет, это закономерно, и, возможно, если бы я была среди вот этих возмущавшихся, среди людей, скажем так, по ту сторону экрана, я бы тоже, возможно, возмущалась. Как это так? Был такой умный человек, такой интеллигентный, эрудит, и тут какая-то молодая девчонка, простите, что я сама себя так характеризую, вообще с чего да почему. Но тут самое время повыпендриваться, как говорится, хотела бы перестать выпендриваться, но пока не имею такой возможности. У меня два высших образования, два красных диплома, ну и, в общем, много всего интересного. И ответила на все вопросы передачи, которые ведет. Можно было бы похвастаться, но дело даже не в этом, а дело в том, что я уже упомянула о том, что мы немножко поменяли подход, мы не поменяли формат, мы просто, скажем так, посмотрели на это все чуть другого угла, и все. Я готовила, значит, к худшему, но в итоге меня так поддержала публика, потому что я думала, что будет просто там 90% негативных комментариев, и были какие-то статьи, что, значит, Юлиану Караулова захейтили, там туда-сюда. И даже под вот этими статьями я даже какое-то время, через какое-то время начала думать, что они какие-то, не знаю, заказные, что ли. Потом думаю, ну вообще, кому я нужна? Нет, просто на самом деле все работает очень просто. Я как журналист знаю, как утром приходишь на планерку, редактор, какие есть темы? Ну нет темы, ну давайте сделаем, что захейтили Юлиану Караулову. Ну давайте. Ты знаешь, вот я открываю там какой-нибудь, не знаю, паблик, да, и там, значит, захейтили Юлиану Караулову. Я читаю комментарии, и там тоже положительные комментарии. Люди пишут, да, отстаньте от девчонки, ну типа, научиться, молодец, свежее вообще дыхание. Ну то есть, очень много было хорошего, и люди меня очень сильно защищали. Мне было так, это приятно, я хочу всех поблагодарить. Спасибо большое. Кстати, Дмитрий Дипров, по-моему, был среди них. Он сказал, что нужно дать время Юлиане, и все получится, если я не ошибаюсь. Вы с ним общались после того, как ты была назначена на его роль практически? Во-первых, я его встретила прямо накануне первого съемочного пула, на дне рождения нашего общего друга. Я к нему подошла и говорю, Дмитрий, благословите меня. Такой наглеж. Ну, он мне на самом деле так что-то хорошее сказал, посоветовал, но даже он не посоветовал, он просто сказал, ну, удачи, в таком формате, знать что-то общее. Но мне кажется, он тогда как-то не отнесся к этому серьезно, потому что официально еще нигде не было объявлено, что я новая ведущая. А потом, спустя, наверное, полгода, мы с ним случайно встретились на одной вечеринке, и он сам уже ко мне подошел, и говорит, мне надо с тобой поговорить, отвел меня в сторону. Я, к сожалению, очень опаздывала в кадр. У меня прям в соседнем помещении была съемка. Вот так за мной стояли три человека, типа пошли, пошли, там двадцать человек ждут. И я говорю, Дмитрий, я вам позвоню. У меня есть ваш номер, я вам позвоню. И я ему на следующий день позвонила, мы с ним достаточно долго говорили. Он мне дал пару, правда, очень дельных и ценных советов, которым я последовала, и я очень его за это благодарю. Ну, на мой взгляд, у него были какие-то очень релевантные замечания, а что-то, скажем так, ну, его призма для меня. Я человек с собственным достаточно развитым критическим мышлением, но, тем не менее, я к нему, правда, прислушивалась. Он меня и хвалил, и в чем-то ругал, потом это делал публично, надо отдать ему должное. Сначала он мне это сказал, потом это сказал публично, перед этим оговорившись, что я лично сказала это Юлиане. Вот, ну, не очень я с этим согласна, с этой критикой. Как ты думаешь, зачем он это сделал? Зачем? Потому что это его мнение, почему бы нет? Ну, вот, может быть, он действительно... Ну, может, у него ревность какая-то, сохранившись. Ну, не может быть, он действительно так считает. Ну, то есть, какие-то моменты. Но до этого просто он мне сказал, что, говорит, я не смотрел, я смотрел только там первый выпуск. А дело было уже там через полгода. Я говорю, ну, мы это уже проработали, то есть, понятно, что какие-то моменты, на которых мы останавливались, тормозили, мы их потом прошли. Я не знаю, смотрел ли он последние выпуски. Он мне сказал, что он вообще телевизор не смотрит. И, по-моему, он везде так говорит. Так что, не знаю. Ну, в любом случае, Дмитрий Дебров невероятная глыба, просто величина, легенда нашего телевидения. Поэтому за все, что он мне сказал, я очень благодарна. Как ты думаешь, почему ты? Почему я? Да. Я тоже спрашивала, почему я. Так что ответили? Ну, достаточно долгий был ответ, очень для меня приятный. И я даже сказала, что, слушайте, мне, конечно, очень приятно. Но я спрашиваю, это не для того, чтобы вы меня похвалили, а для того, чтобы получить для себя какой-то конструктив, обратную связь. Но я думаю, что, конечно, во многом это благодаря тому, что вместе с Тимуром я дошла до финала. Почему не Тимур? И ты авторизовалась с точки зрения интеллектуальности и плюс красоты, умения себя подать, я так понимаю? Ну, не знаю. Это скорее можно спросить у руководства телеканала. Но почему не Тимур? Я думаю, что они действительно хотели взять девушку, женщину, немножко сменить, так сказать, энергию всей этой истории. Первый канал, в принципе, сейчас так экспериментирует, меняет ведущих форматов, кого-то возвращает, где-то берет новые лица. И это прикольно, что, несмотря на то, что легендарные форматы остаются, это здорово. Я сейчас говорю не только про передачу, кто хочет стать миллионером, но они продолжают жить, скажем так, с новыми какими-то красками, с новыми современными тенденциями, веяниями, и что появляются новые люди, новые лица. Я, кстати, знаешь, я помню, что когда я еще участвовала в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, нам, по-моему, то ли Аксюта, то ли еще кто-то, Салой Михеевой, сказал, говорит, вы, вы наши молодые лица канала. И мы такие, ну какие мы молодые? Хотя тогда мы были моложе, чем сегодня. Все мы были тогда моложе, чем сегодня. Но я понимаю, что там для аудитории Первого канала я условно молодое лицо канала. Что приятно. Очень. Ну, мне на самом деле приятно видеть настолько освежившийся Первый канал, потому что помимо культовых больших передач, все-таки «Свежая кровь», мне кажется, немножечко стирает пылинку вот со всего этого немножко старенького телевизора, мне так кажется. Ты вообще сама телевизор смотришь? Смотрю иногда. Мне интересно, что происходит. Пытаюсь быть в курсе. Ну, я смотрю в основном фоном где-то на гастролях, дома никогда не смотрю телевизор. У меня маленький ребенок, и я стараюсь не зомбировать его пока, как говорится, ящиком. Вот. А когда где-то там в номере на гастролях иногда включаю, смотрю, какие ток-шоу идут, что вообще происходит в развлекательном контенте, в формате там инфотелевидения в том числе. Интересно, конечно. Как гастролирующий артист, который бывает в регионах и знает, как выглядит глубинный народ и чем он живет, как ты думаешь, вся страна еще смотрит телевизор? Страна смотрит телевизор, да. И я думаю, она будет продолжать его смотреть еще долгое время, кто бы что ни говорил, потому что, конечно, такие модные разговоры, что уже телевизор никто не смотрит, интернет победил, но то, что я вижу и то, что я вижу, основываясь на том, как люди на меня реагируют и узнают, люди смотрят. Узнаваясь повысилась. Очень повысилась. Люди смотрят телевизор. И как раз, кстати, после того, как я стала вести «Кто хочет стать миллионером», хотя до этого я постоянно снималась в разных телешоу, у меня было много на телевидении, в принципе, в медиапространстве, это не давало такую реакцию. Вот даже, кстати, сейчас недавно я была в Омске, буквально неделю назад, даже меньше, и я достаточно рано освободилась, я пошла в Омскую филармонию на концерт симфонической музыки. Ну, там в основном взрослая публика, и вот я понимаю, что они меня все знают не как певицу, они все говорили, вот ведущая первого канала, женщины в жемчугах роскошные. А как тебе самой такая смена амплуа? Ты, то есть, всю жизнь в первую очередь артист и певица, а сейчас ты в первую очередь телеведущая. Что тебе ближе? Ну, я бы не сказала, я бы не сказала, что сейчас я в первую очередь телеведущая, это возможно, хотя вот, возможно, тебе со стороны виднее. Для меня ты певица в первую очередь, потому что я за тобой слежу еще со времен фабрики, и вообще все песни знаю, файвста, другие классные твои песни, но для многих именно в регионах людей, которые смотрят телевизор, ты сама говоришь, что тебя знают больше. я сейчас просто говорю, отвечая на вопрос, смотрят ли люди телевизор, да, то есть, ты в тусовке, ты глубоко погружена в инфопространство, в том числе, да, шоу-бизнесовское, бизнесовское, вот, поэтому ты в теме там того, что у меня выходят новые песни, что я участвую в каких-то проектах, возможно, а люди не в теме, вот, люди как бы, если по первому каналу не показывают условно, для них этого нет. Ну, для тебя музыка сейчас на первом месте или все-таки на первом? Я, честно, не хочу это пока делить, я вообще сама пока не разобралась, потому что я периодически об этом думаю, вот, что мне нравится больше, нравится мне сильно и то, и то, но это как будто бы, знаешь, разные ипостаси, и как будто бы это нормально, что нравится и то, и другое, потому что, там, будучи женщиной, допустим, да, ты же иногда хочешь быть невероятно женственной и сексуальной, а иногда хочешь быть чуть-чуть пацанкой, и то, и то нормально, и то, и то ты, там в каждом человеке большое количество разных его ипостасей, энергий, каких-то его, да, желаний, поэтому вот у меня пока так же, я не хотела бы ставить что-то на первое место, что-то на второе, пока мне удается все это совмещать, достаточно, как мне кажется, легко, я имею в виду для меня, вот, поэтому пока не разобралась, ну, и, кстати, вот возвращаясь, извини, к твоему вопросу, как все это произошло, я участвовала в проекте первого канала, который называется «Фантастика», который, возможно, был не таким резонансным для жителей столиц, потому что мы редко смотрим телевизор, а вот для регионов, конечно, это было событие, вообще-то, с точки зрения технологий, с точки зрения, в принципе, каких-то прорывов в современном телевидении, уникальный проект, вот я снималась в первом сезоне, и я победила в этом проекте, и, собственно говоря, после этого все как-то вот закрутилось, и победила я там, это шоу, оно, это не вокальное шоу, как голос, это просто вот шоу, где ты... Шоу-талант. Да, где ты в оболочке определенного персонажа, аватара, что-то, в общем. Мой персонаж победил, в том числе во многом, как мне кажется, потому что я очень много говорила, то есть там, песни песнями, это музыкальное шоу, да, я делала музыкальные номера, но как бы зацепил персонаж тем, как он общался, я была шапокляк, я типа очень дерзко общалась с жюри, и это всем очень понравилось, и после этого, в общем, на меня заново обратили внимание, как на человека говорящего. Что в музыке сейчас? В музыке происходят новые песни, вот вышел трек «Попытка весной», сейчас вышел, не знаю, в зависимости от того, когда выходит наш эфир, вышел трибют к 30-летию Иванушек песни «Реви», который мне очень нравится, как мы переделали, просто прям у меня сердечко замирает, прям классно. Ну, то есть мне не бывает такого, что мне не нравится то, что я делаю, но бывают, да, какие-то условно более коммерческие проекты, истории, а бывает, где вот можно творчески оторваться чуть-чуть, и вот так получилось с треком «Реви». Слушай, я вот наблюдаю за тобой буквально опять-таки с «Фабрики звезд» и видела тебя в разных, вернее, с разными продюсерами. Ты была и с Максимом Фадеевым, потом ты была с Яной Рудковской. Сейчас ты в каком-то продюсерском центре или в свободном плавании? Сейчас я на лейбле «Зион Мьюзик», они выпускают мои треки, но я, можно сказать, сама себе продюсер. Ну, я бы, знаешь, как сказала, что вот сама себе продюсер, наверное, не совсем правильная формулировка, то есть формально до юра у меня нет человека, который мне там может что-то приказать, сказать, у меня нет ни с кем контракта, но у меня есть моя команда, с которой я все делаю. И я всегда с ними советуюсь. Это всегда общая заслуга, общая энергия и большая общая работа. Но ты в любом случае руководитель этой команды и сама решаешь в целом в каком направлении плыть. Ну, наверное, да. Финальное мнение за мной. А как ты пришла к тому, что в целом ты можешь без продюсера? Зачем тебе нужен был продюсер изначально? Ладно, не изначально нулевые все работали с продюсерами. Совсем до недавних пор, мне кажется, ты работала с Яной Рудковской. Я работала с Яной. Я ушла от нее в 21-м году, мне кажется. А почему? Ну, потому что я поняла, что наше плодотворное весьма сотрудничество в чем-то, возможно, себя исчерпало. Я поняла, что у Яны фокус внимания на тот момент был смещен на ее спортивные истории. Плюс у нас как было? Я думаю, что сейчас это уже можно рассказать. Надеюсь, Яна не обидится. У нас был контракт изначально на три года. Он закончился, началась пандемия. И, ну, как бы, все встало. Бизнес стал. Я сама сказала Яне, говорю, слушай, пандемия, давай продлимся, ну, как бы, на время вот этого застоя. И мы там продлили, по-моему, а, по-моему, мы на год продлевали, потом была пандемия, потом я забеременела, и я ей тоже сказала, говорю, ну, поскольку я забеременела, я, в общем, не могу там полномасштабно работать, это не очень честно, давай там продлимся на условно там полгода моего декрета. Мы еще продлились, короче, мы вот это вот, знаешь, продлевали, 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 причем это все было на словах, мы ничего не преподписывали, просто такие были доверительные отношения. То же самое, кстати, у меня было с Fivestay, у нас не было физического контракта подписанного. Потом я с ней поговорила, но я поняла, что я вот, знаешь, готова попробовать сама, потому что, когда изначально я начинала заново сольную карьеру, опять же, в компании Zion Music, в которую я сейчас вернулась, но тогда ребята были моими сопродюсерами, мы как бы, у них была другая доля, и мы вместе, вместе вообще все делали. Вот после этого я ушла к Яне, я понимала, что тогда я не была готова сама. Типа, у меня была такая мысль, ну, может, самой попробовать? Многие же работают там, без продюсеров. Но мне было страшно, я понимала, что, возможно, меня задавят, что мне нужна какая-то, как говорят, протекция. А потом я, ну, можно сказать, наверное, выросла, поняла, что многие вещи, я, в принципе, и так могу делать, как бы, ну, не то, что и так могу делать сама, так неправильно говорить, потому что Яна действительно много делала, просто у нас был там с Андреем, с моим мужем, тире, со-продюсером, свой пул задач, она решала там свой пул задач. Вот. Ну и просто мы поговорили, я так боялась этого разговора, я помню. Ну, как-то так все хорошо сложилось. Она сразу тебя отпустила? Ну, мы обсудили определенные нюансы, при которых это стало возможно. Ну, да, она меня отпустила. Какие, если не секрет? Ну, финансовые. А, финансовые. То есть там нету каких-то историй забрать имя, какие-то песни, права? Ну, я считаю, что это честно, когда артист уходит от продюсера, при условии, да, что у вас там подписаны какие-то бумаги, у вас разделены как-то права, если ты хочешь уйти, ты должен это выкупить. Ты выкупила просто... Ну, грубо говоря, я выкупила ту долю, которая у нее была, которая изначально была оговорена, что вот это, типа, ее доля в моих треках. Вот после нашего, там, расхода. А на долгий срок? Ну, то есть за сколько месяцев или лет вы, значит, посчитали эту долю в прибыли? Слушай, я не буду тебе врать, это вот нужно у юриста спросить, но достаточно долгий. То есть это просто авторские права делятся определенным образом. Что тебе дало продюсирование Яны Рудковской вот по каким-то приятным моментам? Ну, по приятным моментам Яна очень хорошо работала по радиостанциям. Вообще Яна человек слова. Она в этом плане настоящий, как говорится, пацан. Вот. Она, если сказала, она сделала. И меня это всегда поражало, что, допустим, там, я ей звонила, говорю, Ян, у меня, значит, к тебе там несколько просьб, моментов, которые мне нужно с тобой обсудить, там, что-то, что нужно с твоей стороны делать. И я после разговора, потому что я понимала, что у нее много всех и всего, я прям ей писала в сообщении по пунктам, типа, первое, там, второе, третье, чтобы она просто не забывала, как некое резюме нашего разговора. И она мне потом отвечала по пунктам. И меня это так поражало, что вот, ну, у человека столько всего, можно забить. Можно сказать, там, не вышло, да, типа, можно сказать, ой, не могу, не до тебя. Но она всегда делала. И в этом плане, конечно, я восхищаюсь количеством ее энергии, ее трудоспособностью. Я очень боялась, когда начинала с ней работать, что будет так, что вот как бы она крутая, а я нет. Что она будет это как-то подчеркивать, что она будет мне говорить, что, слушай, я не до тебя, у меня тут вообще вот такие масштабы, а ты мне тут там со своей какой-то песней или еще каким-то вопросом. Вот. Но такого не было ни разу. В этом плане она простая, точная, конкретная. Она человек бизнеса, человек слова. Ну, если я человек, мы говорим про бизнес и про, наверное, позиционирование, Яна все-таки действительно мощная протекция, мне кажется, да? Как ты думаешь, ты выросла в эпоху ее продюсирования как артистом? В оборотах, не знаю, в аудитории, в масштабах? Я, безусловно, выросла. Об этом свидетельствуют цифры. Это происходило планомерно и постепенно от того момента, когда у меня вышла песня «Ты не такой». Ну и, в принципе, да, это можно даже проследить по гонорару, не знаю, который я получаю за выступление. Естественно, я росла, росла, росла постепенно. Чем мне действительно помогла Яна? Она, ну, если так можно сказать, придала мне веса в медиамире, потому что Яна прекрасно общается с представителями медиаиндустрии, да, и она, скажем так, рекламировала меня очень активно среди своих медиадрузей. Мне тогда это нужно, действительно, важно было, нужно было, и она это делала. А кто был изначально инициатором вашего сотрудничества? Как вообще получилось, что вы сошлись в одном коллективе, можно сказать? Нас познакомила юрист Яна, финансист, который у нее работает до сих пор. Вот, так получилось, что когда я уходила из группы Five Star Family, у нас не был подписан контракт, но речь шла о том, что его нужно подписать через какое-то время. То есть, я уже на тот момент пела в коллективе, год три с половиной, по-моему, изначально юрист появился тогда, я уже, честно говоря, так смутно помню. Потому что, когда я пришла в группу, мне сказали, что вот будет контракт. Я говорю, хорошо, давайте подпишем. Они говорят, ну подожди, три месяца испытательный срок. Я говорю, ну окей. Через три месяца я спросила, говорю, а что, контракт подписываем? Они говорят, ну сейчас подпишем. И они как-то вот забили-забыли, а потом прошло года даже не три с половиной, а два. Они мне прислали контракт, это был контракт образца нулевых, такой, знаешь, супер жесткий контракт, по которому вообще ничего не имею права делать, по которому я никак не расту, никак не развиваюсь. И поскольку у меня не было человека, с кем я могу посоветоваться на эту тему, я спросила у своего мужа Андрея, а он вот в свою очередь был знаком с вот этим прекрасным юристом Валей. И Валя мне помогал тогда с этим контрактом. В итоге контракт мы так и не подписали, нам делить было нечего. Но что-то какие-то вот встречи, знаешь, просто как человек, который вместе со мной приходит на встречу и просто вот со мной, от моего лица разговаривает, потому что я была в отвратительном состоянии истерики, в ужасно депрессивном. Почему? Ну, я очень переживала все. Уход из Фавста? Да. Несмотря на то, что как бы я уходила по собственной инициативе, уходила я, потому что мы сильно поссорились. И уходила я просто из чувства гордости. С другими участниками? Да. Вот. Я бы, наверное, если бы мы не поссорились, не ушла бы никогда. Конечно, я всегда хотела петь сольно, но у меня не было, знаешь, амбиции, что вот сейчас я уйду и стану великой сольной певицей. То есть это была такая вынужденная мера. Вот. И Валя мне тогда помогала. И потом я начала работать, собственно, с продюсерами же файвсты с компанией Зион. И потом, когда я уже ушла от них, через там где-то год после того, как мы начали работать, Валя мне предложила, говорит, ты не хочешь поработать с Яной? Я говорю, я не знаю. Я говорю, а она хочет? Она говорит. Ну, в общем, мне кажется, знаешь, что она нас как-то свела. Я не знаю, что она сказала Яне, кстати, мы никогда это не обсуждали. Возможно, она ей сказала, что я хочу, знаешь. Ну, в общем, я помню, что у нас была встреча, это было перед Новым годом, прям. И Яна сказала, ну, смотри, вот так и так, условия простые, типа, ты сейчас не отвечай, ты подумай, мы сейчас там все в отпуске поедем, приедем, созвонимся, решим. Ну и все, и мы начали работать. Твоя музыкальная карьера для массовой аудитории, конечно, она началась задолго до Фабрики звезд, но для массовой аудитории это Фабрика звезд. Ну, она не задолго началась, год за два, наверное, до Фабрики звезд. Просто если задолго считать, это уже рождение, ты была молодая. Сколько, кстати, тебе было, когда ты пришла? На Фабрике? 16 лет. 16 лет. Ты приходишь на Фабрику, становишься звездой, и ты 20 лет ровно идешь в гору, без всяких желтых сплетен, желтых карточек. Желтых карточек, красных, без какой-то постирочной, не знаю, скандала внутри расследований. Как тебе вообще удается ровно идти наверх? Ну, ты видишь, это момент восприятия, ты видишь это так, и это классно. Я, кстати, никогда об этом не думала, вот именно в таком контексте. Я какое-то долгое время видела это иначе, что я иду бесконечно долго. То есть вот и тот успех, которого я там, не знаю, очень хотела в свои 19 лет, 18, 17 тогда, я к нему пришла через очень долгое время. Дорогу оселит тущий. Да, и возможно, со стороны действительно кажется, что это такое, знаешь, планомерное движение в гору, но для меня оно было очень медленным, для меня оно в какие-то моменты было прям таким очень драматичным, типа, мне не получается, знаешь, типа, я бьюсь в эти стены. А в какие моменты это было? Теперь они не открываются, может быть, мне не надо в них биться. Ну, это как бы такие экзистенциальные вопросы, которые, наверное, задает себе любой человек, у которого достаточно долгое время что-то не получается. Вот, потому что, ну, были большие перерывы после фабрики. Я попала в группу Five Star Family через 6 лет, то есть вот эти 6 лет нихрена не получалось. Я ходила на какие-то кастинги, я там пыталась кому-то что-то звонить, что-то делать, вообще тишина. Ну, и потом, собственно, был взлет в составе группы Five Star Family, потому что у нас вышел на тот момент супер-хит трек «Вместе мы», он круто зашел. Потом как бы началось опять падение, потому что треки перестали заходить и вообще начались сложности внутри коллектива, там сложные отношения. Ну, и, собственно говоря, потом то же самое началось с моей сольной карьеры, знаешь, то есть был супер-взлет, ты не такой внеорбитный, мы сами не прогнозировали такое, что это реально так круто, так быстро залетит. И, конечно, потом у меня был достаточно такой, знаешь, сложный период и осмысления, и переосмысления, потому что я очень боялась что-то упустить. Я так долго этого хотела, я так долго к этому шла, и я так боялась просто остановиться, потому что я понимала, что остановиться, это значит откатиться назад, потому что пока я стою, кто-то же идет вперед. и как тяжело сделать трек еще сильнее предыдущего, то есть если у тебя есть хит, следующий должен быть не слабее, чем предыдущий. И, короче, я была в постоянной какой-то депрессухе, знаешь, по этому поводу, вот в этом достигаторстве, что, господи, мне нужно все успеть, мне нужно срочно записать, мне нужно здесь позаниматься, то сделать. А потом я в какой-то момент что-то так подрасслабилась, это, кстати, случилось на пандемии не так давно, но я думаю, господи, ну надо уже от себя отстать, просто вот пожить. И я, допустим, постоянно откладывала беременность, потому что я не могла себе позволить морально сделать такую паузу. Типа как? Я сделаю паузу и не буду работать, это значит, что я все потеряю, думала я. Я думала, что у меня недостаточно инерции для того, чтобы позволить себе сделать такую паузу. Ну и потом началась пандемия, как бы нас всех остановило, заземлило в какой-то степени, а в какой-то нет. Поэтому я подумала, что ну раз как бы все так происходит, уже пора заняться вкладом не во что-то эфемерное, а конкретно в семью, в жизнь, в судьбу. Ты упоминала достигаторство наше, мне кажется, свойство в мегаполисе у активных, успешных девушек, которые вечно осматриваются и у мужчин, осматриваются по сторонам на своих коллег. На кого ты осматривалась и думала, вот классно, я тоже так хочу, может быть, из фабрики звезд? Ну, первое время, конечно, я осматривалась после фабрики на Вику Дайнека, у нее был такой супер всплеск в карьере, такой трамплин, да, фабрика для нее стал таким большим трамплином, и ее песни достаточно долгое время звучали везде, но для меня в моем инфополе тогда она была просто такая артистка номер один, у нее были классные клипы, она такая красотка, такая прям зажигательная, круто танцевала, круто пела, естественно. В какой-то момент я то ли ее где-то встретила, то ли мы с ней там переписывались, не помню, и она говорит, ну, что-то я там такая грустная, я думаю, блин, вообще, как она может быть грустной, у нее все есть, она такая классная, почему она грустная. И ты знаешь, кстати, такая болезнь очень многих артистов, то, что я сейчас встречаю, потому что люди выгорают, люди находятся вот в этой какой-то внутренней погоне за чем-то реально эфемерным, а от этого в абсолютнейшем раздрае, и с одной стороны, вот, ну, я там не буду называть артистов, да, наши сейчас топовые артисты, некоторые вот встречаю, все такие, блин, я не могу, я все, хотя, блин, гастроли, залы, тысячи людей, треки на первых местах, и со стороны ты смотришь, думаешь, блин, ну, это же и есть счастье, это же так классно, так много артистов стремятся именно к этому, а человек просто, ну, эмоционально, ну, не то, что это не оценивает, а понимает, что приоритеты, на самом деле, общечеловеческие такие, гуманные, они в другом заключаются. А ты сама устаешь от внимания зрителей? Я бы не сказала, что я устаю от внимания зрителей, то есть я не тот человек, на которого бросаются люди, я спокойно хожу по улицам, ну, меня узнают, но для меня это комфортно, то есть такого, что я нанимаю охранника, знаешь, чтобы до меня докапывались, не докапывались, как вот некоторые, ну, такого нет. Я понимаю, что, опять же, вот недавно обсуждала это с подругой, что это часть работы артиста, ты не можешь работать артистом по расписанию, типа, ты вышел, спел свои там 10 песен, 20, а потом у тебя автограф-сессия, ровно 30 минут, и ты ушел, и все, и говоришь, до свидания, не подходите ко мне. Ну, я считаю, что это неправильно. И опять же, знаешь, в комплексе с тем, сколько ты всего этого, сколько ты к этому шел, сколько ты к этому приложил усилий, этого добивался, понимая, как это важно для людей, ну, для них это событие, да, они потом рассказывают, прикинь, кого я видел. Да, особенно в регионах. чуть-чуть и жалко, что ли. Поэтому я всегда стараюсь не обидеть человека, быть с ним максимально вежливой, приветливой. Редко отказываюсь фотографироваться. Отказываюсь только, когда понимаю, что, ну, вот капец, знаешь, вот я выдавила прыщ, я не знаю, я вот прям катастрофически плохо выгляжу, и вот, ну, просто совесть мне не позволяет сделать фотографию, вот, и я там категорически себе не нравлюсь. Вот тогда отказываюсь, а так, конечно, стараюсь над собой работать. Я понимаю, что для людей, повторюсь, это событие, я недавно сидела с подругой, и мы с ней сидим на летней веранде, и я говорю, слушай, так смешно, вот я иногда иду, и понимаю, что люди меня узнают, и я вижу, как они начинают меня обсуждать, там, начинают что-то про меня говорить, они думают, что я их не слышу или не вижу, я не знаю, но я же их слышу и вижу. И подруга мне говорит, ну, да, 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 и мы так сидим, она такая, смотри, Федук! Мы так смеялись, я говорю, ну, вот, вот. Я тоже хожу на мероприятие, такая, Федук поет, да, 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 есть такое, но это все равно человеческое, мне кажется, никуда не деться, даже если ты очень популярен, или просто живешь обычной жизнью. А как ты думаешь, если дружба в шоу-бизнесе, ты с кем-то поддерживаешь отношения, там, из фабрики, может быть, из новой какой-то эпохи артистов? Насколько существует дружба в бизнесе, да, настолько же она и существует в шоу-бизнесе. Вот. Я считаю, что существует. Просто тут есть такой момент, что графики не всегда склеиваются, особенно если они... Ну, с кем ты дружишь? Ну, вот с фабрики я дружу с Наташей Подольской, мы 20 лет уже дружим, нам регулярно говорят, что мы похожи. С Мигелем, ну, мы редко общаемся, но, знаешь, вот, если говорить о ребятах с фабрики, мы такие все, как из одной семьи выходцы, мы можем там годами не видеться, но я когда встречаю кого-то, для меня это просто родные люди. Мы с ними столько вместе прошли, мы, считай, вместе выросли, и как будто бы нас объединяет, знаешь, такое какое-то общее тайное знание, и вот они мои такие вот бро все, поэтому всех люблю, даже если я там не общаюсь, или общаюсь очень редко, все равно с невероятным теплом ко всем отношусь. С Бьянкой мы уже очень много лет общаемся. То есть мы, знаешь, не там в формате, не знаю, лучших подруг, что мы там каждый день со звания, ну, что у тебя, а у тебя что? Но мы на связи, мы поддерживаем друг друга, и она, конечно, и не устану это говорить, она просто так мне помогла, она сделала мою карьеру. Кто? Бьянка. Расскажи. Она написала песню «Ты не такой». И недавно мы записали совместный трек, называется «Про дружбу», очень красивая лирическая композиция. Она не стала большим хитом, но для меня это реально суперклассный трек, такой вне времени, вне моды, который, как мне кажется, будет актуален еще и через там 10, 20, 30 лет про женскую дружбу, собственно. Когда ты участвовал в фабрике, у тебя был роман с Русланом, другим участником фабрики звезд, и оказалось потом, что это была постанова. Это правда? Нет. Нет? А почему? А я читала СМИ многие, и все говорили о том, что все потом признались, якобы участники, что это была постановка. Нет, не было никаких постановок. Вообще у нас не было ничего срежиссированного. Я вот смотрела интервью каких-то других фабрикантов, других созывов, так сказать. Там кто-то говорил, что ой, вот приходили продюсеры, и нам говорили, типа, а ты сделай это, ты сделай это. У вас вообще ни разу такого не было. Мы реально там, как хомячки, в клетке жили, а над нами такой стоял большой человек, большой брат, и просто за нами наблюдал. У вас действительно был роман? Да, у нас действительно был роман, он начался действительно на проекте. Мы еще после, где-то год встречались после проекта, мы даже вместе жили, вот, ну, расстались. Ты много раз в интервью говорила, что если бы не твой папа, не было бы у тебя музыкальной карьеры, и что он в целом всегда тебя поддерживал, подначивал, направлял. Какое сейчас место в твоей карьере занимает папа? Такой же активный или уже такой созветательный? Выросла девочка? Ну, папа всегда, скорее, был уже, если говорить о каких-то более зрелых шагах, больше наблюдателем. Ну, и сейчас тоже, то есть, безусловно, там, я что-то рассказываю, они всегда с мамой за меня очень радуются, но нет такого, что я советуюсь по каким-то там трекам. Я даже, честно тебе скажу, редко им показываю песни до релиза. То есть, они настаивают, а я всегда так, ну, ну, сливаюсь, в общем. Но они всегда за меня радуются, и, ну, я думаю, что мой папа, конечно, очень хотел бы быть моим продюсером. Ему это все страшно интересно, все нравится. Но вот как-то не сложилось, папа занимается другим бизнесом, и я понимаю, что, ну, скажем так, уровень экспертности для того, чтобы, да, советоваться в принятии именно каких-то конкретных шагов и решений, наверное, все-таки у него не тот, хотя, безусловно, я очень ценю его мнение. Каким бизнесом, извиняюсь, уточняешь? Светом занимается, люстра продает. А тут будет песни продавать и тебя. Да, и он так, ну, просто у нас было пару разговоров, он так, что достаточно активно мне советовал, он мне говорил, что вот это плохо, а вот так хорошо. Я говорю, ну, пап, ну, я же тебе не рассказываю, как люстры продавать. Слушай, а сейчас, мне кажется, у вас творческий союз с твоим супругом, Андреем, который саунд-продюсер, и я так понимаю, что он твой сопродюсер твоих проектов. Как вообще совмещать личную жизнь и работу, когда фактически, но он какую-то, мне кажется, немножко руководящую роль играет, когда нужно тебя направить куда-то, что-то сделать. Сложно, очень сложно. Как вы это делите? Мы, конечно, в том числе и за работу периодически ссоримся, и, естественно, это переходит в нашу личную бытовую часть, потому что невозможно в нашем случае отделить. Но вот как бы как сложилось, так сложилось. Изначально мы начали встречаться, и уже потом только я пела в Файвсте, как бы он не имел никакого музыкального отношения к нашему проекту. Потом он там пару раз нам что-то помогал, с какими-то там интро какое-то сделал, какие-то аранжировки. Но это были такие, знаешь, очень разовые истории. И то он их не делал, он там что-то там, скажем так... Консультировал. Ну, даже не консультировал, что там, подделывал, не знаю, переделывал. А потом уже, конечно, когда я ушла из группы, мы начали вот вместе делать мой сольный проект. И тут он врубился на полную мощь. И мы стали все делать вместе. Ну, тоже, знаешь, мы так сложно пытались это все обсудить. Как бы, как это вести бизнес вместе? Как это, не знаю, делить, да? Кто сколько получает, кто главный, кто не главный. Долго у нас это все в какую-то картину ясную вырисовывалось. Но, тем не менее, это случилось. И действительно, мне очень помогает, он много делает. Я с ним советуюсь по всем вопросам. Вот. Но бывает тоже, знаешь, что, поскольку он делает музыку, если, допустим, мне не нравится, всегда так очень сложно сказать его. Он убежается. Но потом, в итоге, мы договариваемся, он прислушивается. Ну, плюс сейчас у него очень много параллельных других проектов. Он музыкальный продюсер шоу «Воли» на ТНТ. Это большое количество работы. Плюс он работает с другими артистами. Он делает музыку к кино, к сериалам. И, ну, реально у него прям много-много всего. И я так каждый раз. А когда ты мне сделаешь там мою музыку? А вот приходится, понимаешь, давить, давить иногда приходится. Как вы в итоге-то пришли к единому знаменателю? Как вы все будете делить? То есть это все общее, не знаю, нет контракта. Ну, если это можно, конечно, говорить. Ну, я бы предпочла это не выносить, конечно, на общий суд. Но мы договорились. И на самом деле это очень важно. Ну, как мне кажется, сегодня мы договорились. Я надеюсь, что ничего не изменится. И, в принципе, что не будет никаких обстоятельств для того, чтобы как-то к этому возвращаться. Я в это верю. Но я помню, что когда мы только начинали работать, мне даже Матвиенко я с ним советовала, звонила по другому вопросу. Он мне там что-то спрашивал. И он мне говорит, а ты подписала контракт с Андреем? Я говорю, нет. Зачем? Он же мой парень. Тогда еще даже не муж. Он говорит, ты чего, надо подписаться, надо на берегу договориться. Как вы там, не знаю, если что-то, если что будете делить. Я говорю, ну, как бы, он же мужчина благородный. Но это тоже, знаешь, неправильная позиция абсолютно. Но в итоге мы не подписались, но мы договорились. А как ты знаешь, я практически ни с кем не подписалась. И, ну, мало с кем была подписана. Я, если мы договорились, ну, по крайней мере, я слово держу, я уверена, что он тоже. Поэтому. Как вы познакомились? Мы познакомились на студии. Мне было 17 лет. Это было после «Фабрики звезд». Несмотря на то, что много где написано, что мы познакомились на «Фабрике», и что он был саунд-продюсером на «Фабрике», нет. После «Фабрики» я пыталась истерически что-то как-то сделать в карьере. Ничего, ни черта не получалось. Ну, и вот одна из очередных попыток, я пыталась там работать с людьми, которые готовы были там тогда на тот момент заниматься, вкладывать деньги. Спойлер, ничего не получилось. Вот. И они меня привели на студию, на которой работал Андрей. Он меня тогда записывал. Мы записывали там треки. И мы тогда как-то так прям подружились. То есть мы записали два-три трека, а дальше как-то ничего не пошло именно вот с теми людьми по музыке. А мы стали общаться, дружить. Мы шесть лет дружили. И потом, спустя шесть лет, мы начали встречаться. Это очень странно. Выход из френд-зоны, как сейчас говорят. Да, шесть лет. Но он случился, и вот уже двенадцать лет мы вместе. А в какой момент, мне просто интересно, в какой момент, там, спустя шесть лет у тебя какой-то щелчок, и ты понимаешь, что он не просто друг? Ну, это вообще, конечно, знаешь, я сейчас говорю эти цифры слух, понимаешь, мы двенадцать лет вместе, и до этого еще шесть лет дружили. Ну, или там пять, надо посчитать. Девятнадцать лет мы знакомы. Да, это очень много. Как-то, знаешь, так странно получилось, потому что я встречалась до него, там, у меня были какие-то отношения, у него были отношения, там, с девушками, я знала каких-то его девушек, он знал, там, каких-то моих молодых людей. Мы не были близкими друзьями, но мы, в принципе, были регулярно на связи. Ну, типа, раз в полгода мы виделись, там, периодически созванивались, болтали. И потом я рассталась с парнем, мне было очень хреново, и я ему позвонила, говорю, слушай, мне так плохо, говорю, поехали погуляем, мне надо чем-то себя занять, потому что я точно не усну. И мы с ним гуляли очень долго, потом прошло месяца два-три, он мне позвонил, говорит, слушай, я расстался с девушкой, типа, за тобой должок, ты что делаешь? Я говорю, я една за рождение к подруге, поехали со мной. Ну, в общем, мы стали больше общаться, то есть, ну, на тот момент не было такого, что, типа, я расстался с девушкой, иди сюда. Нет, просто вот действительно подружески продолжали общаться. Он подружился с моей подругой, Юлей Прутько, у него был друг Антон, и как-то у нас такая образовалась компания, мы вчетвером много куда стали вместе ходить, тусить, и потом в какой-то момент он просто начал ко мне клеиться. Я такая, ты что? Ты в себе? Что с тобой происходит? А он сказал, что они шли с Антоном мимо моего дома, они позвонили, говорят, у тебя есть что-нибудь поесть? Я говорю, ну, пельмени есть. Я говорю, ну, поднимайтесь. И я им сварила пельмени, и он съел эти пельмени, и такой, я влюбился. Он мне говорит, какие вкусные пельмени, я говорю, да, на здоровье, пожалуйста, ты мой хороший. И вот после этого, это реально вот как-то вот так произошло, он просто начал за мной ухаживать, начал мне дарить цветы, начал мне там что-то говорить, и я первое время вообще это, ну, я не могла это всерьез воспринять, потому что, ну, я как-то даже, знаешь, никогда не думала о том, что какие-то возможны отношения. Тем более, знаешь, неловкие моменты, когда ты обсуждала с ним своих бывших там, ну, то есть он даже их знал лично, и знал какие-то подробности, поэтому как-то я, в общем, первое время не воспринимала это всерьез, а потом он поступил по-хитрому, и он зашел через подружек. И мне все подружки начали говорить, какой-то хороший, смотри, ну ты, ну дай ему шанс, ну такой классный, вообще такой молодец, так старается. Ну и мы с ним в итоге поцеловались как-то, мне вначале это все было очень странно, я была уверена, что мы месяц повстречаемся и расстанемся, и мы с ним договорились, что даже если мы расстанемся, мы все равно останемся друзьями. И в итоге 12 лет, ребеночек, я, смотрю за твоей запрещенной соцсети, у вас такая идиллия, малыш, уже взрослый, уже не малыш совсем. Три года. Три года, ну как взрослый, ну если относительно новорожденного, то взрослый, но в целом все еще малыш. Что изменило материнство в твоей жизни? Ой, ну честно тебе скажу, что первый год был очень тяжелым. Для меня эмоционально, потому что у меня было, конечно, вот это ощущение усталости какой-то бесконечной вселенской, мне не было ни на что сил, при этом я понимала, что мне нужно вставать, идти и делать, что мне нужно продолжать работать. Я испытывала определенный гнет по этому поводу, и в том числе со стороны, и в том числе там от определенных членов своего коллектива. И мне это было сложно все, потому что я изначально думала, что я вот рожу, типа полгода посижу, кайфану. По факту получилось иначе, не только потому, что меня там как-то кто-то пинал, но и потому, что мне самой в какой-то момент этого захотелось. Для меня это был такой, знаешь, глоток свежего воздуха. На первые гастроли я поехала через полтора месяца после родов. Это было сложно, потому что я кормила. И вот первые гастроли на три дня я уехала. Ну, ты можешь себе представить, что такое... Я тоже кормлю ребенка, я знаю, что... Каждые два часа все равно там все эти манипуляции проводить. Ну, и плюс в отношениях тоже так не все было гладко. Было сложно. Но мы через это прошли, слава богу. И тьфу-тьфу-тьфу, сейчас все хорошо. Слушай, как пройти через вот такой тяжелый путь? Потому что первые полгода у меня, ну, наверное, целый год, но первые полгода для меня было просто тоже невыносимо сложно физически. Несмотря на то, что мне мама помогала, потом остальное появилось. Вроде все хорошо, но вроде бы все вокруг бесят. В первую очередь бесит муж, потому что не знаю, почему просто. И это все очень тяжело. Вот как ты с мужем, и в целом, как мама прошла этот путь? Не знаю, это психолог, или это какие-то... Нет, ты знаешь, я никогда не ходила к психологу, только сейчас предпринимаю очень аккуратные такие шаги, пока еще очень не смелые, как говорится, в терапию. Пока не могу сказать, что успешно. Пытаюсь нащупать, скажем так, нужный мне формат, нужного мне профессионала, специалиста, но у меня всегда было убеждение, что как-то это все блажь какая-то. Хотя, безусловно, это не так. Просто не знаю. Наверное, я как-то морально там была, в принципе, на тот момент ко многому готова. Ну, я не знаю, может, какая-то мудрость, что ли, такая женская, как все, да, женщины. Потому что очень много действительно, во-первых, женщин не выдерживают, срываются в какие-то депрессии, вот пострадовые, все эти baby blues ситуации. Во-вторых, очень много разводов. Статистически на первый год после рождения ребенка именно приходится. Ну, слава богу, знаешь, были просто, видимо, какие-то отвлекающие факторы. Как-то мы договорились. И я с собой, и мы вместе с Андреем. Тут вопрос, наверное, желания. Всегда. До какой степени все происходит, до какой степени ты находишь для себя там в чем-то, для чего-то оправдание. И до какой степени ты, в принципе, готова там, не знаю, себя жалеть. Тут же можно в этом утонуть, в этом самосожалении, в этой грусти. А можно заставить себя и пойти начать что-то делать для того, чтобы это поменялось. Но, безусловно, какое-то время, если хочется погрустить, погрустить надо. Просто очень важно в этом, это такое, знаешь, зыбкое болото, да, не утонуть в этом. Ты, по-моему, в интервью Натальи Подольской говорила, что проводишь меньше времени, чем хотела бы сыном и чувствуешь себя из-за этого виноватой. Конечно, чувствую. До сих пор так? Ты не чувствуешь? Я думаю, любая работающая мать в той или иной степени до определенного момента, наверное, это я, по крайней мере, сейчас так вижу, себя так чувствует. Ну, конечно, чувствую. Конечно, чувствую. Но я стараюсь соблюдать баланс, так, чтобы всем было хорошо. Я стараюсь компенсировать свое отсутствие каким-то качественным времяпрепровождением с ребенком. То есть, грубо говоря, я не знаю, можно сидеть целый день с ребенком, но при этом не быть с ним. Я стараюсь интегрироваться в его какие-то дела, мысли, заботы. Я придумываю нам какой-то прикольный совместный досуг. И это, кстати, очень здорово работает, потому что для него это всегда яркие эмоции. И у нас с ним есть такая фишечка, мы всегда вспоминаем. Мы перед сном вспоминаем, что, если я его укладываю, что хорошего было за день. И он вообще, то есть, ему так понравилось, он мне говорит, давай вспоминать. Я говорю, давай. Что будем вспоминать? Давай вспоминать, как мы ездили в зоопарк, или там, как мы ходили в театр, или как мы катались там на машинках. Ну, в общем, я хочу, чтобы у него вот эта вот копилка воспоминаний становилась все больше и больше и больше. И в итоге он будет это помнить и будет помнить, что, как бы, ну, мама была рядом. Это лучше, наверное, чем целый день сидеть и просто как-то, не знаю, потому что такое тоже бывает, что я несколько дней подряд там бываю дома, я что-то делаю на кухне, я там убираю, как подорванная, вечно пылесошу. Это мой guilty pleasure. Не знаю, это моя просто медитация. Я обожаю пылесосить. Но при этом я же не с ребенком. Ну, то есть, он рядом, но я не с ним. Тут же вопрос именно, насколько ты посвящаешь такое целевое время для него. А, ну, тогда расскажи один рутинный день из жизни Ивана Карауловой. Давай один будний, один выходной. У меня очень мало выходных сейчас. Я вообще не жалуюсь ни в коем случае. Я крайне довольна этим обстоятельством. Но мало их еще потому, что я сама себе их забиваю. То есть, я знаешь, как я смотрю, например, наперед график и думаю, ага, у меня тут свободная там, не знаю, свободных три дня. Так, мне надо сходить на спорт, мне нужно сходить там к косметологу, мне нужно сходить на танцы, мне нужно сходить на вокал, мне нужно записать песню, мне нужно там съездить туда-то, туда-то, и в итоге хоп, и нет у тебя свободного дня. То есть, это тоже же как бы занимает определенное время вот эти твои какие-то личные дела. Поэтому вот так, чтобы у меня был выходной, что я вот целый день сижу и ничего не делаю, ну, такое прям редко бывает, когда я понимаю, что я конкретно устала, когда вот действительно вот просто все, что нужно сделать, это просто полежать на диване. Ну, это правда, повторюсь, это бывает момент такого выгорания редко. А так, я люблю активность, и я как раз за то, что до определенной степени отдых – это смена рода деятельности. У тебя, кстати, на телеканале «Домашний» была еще телепередача про моду. Ну, это вообще, конечно. И как я поняла, что ты в целом-то модница, потому что на тех мероприятиях, которые я тебя вижу, ты всегда очень даже модно и красиво одеваешься, при этом, так скажем, релевантно конкретно тебе, потому что многие примеряют какие-то супер-фэшн-луки, которые не идут определенного человека. У тебя всегда все гармонично. Сейчас у тебя как отношение с модой? Ты следишь за коллекциями, там, подсматриваешь тренды? Как ты вообще одеваешься? Ну, я, конечно, стараюсь следить и подсматривать. Мне кажется, сейчас такое количество трендов, ну, невозможно же, вот вычленить, знаешь, там, один, даже два, даже три тренда на сезон. То есть это какое-то бесконечное количество всего. Ну, три, наверное, можно, но один и два сложно. Хотя тебе, конечно, виднее. Невозможно вычленить. Мне кажется, 555 трендов появляются за неделю. Ну, я, конечно, как, не знаю, любая относительно молодая девушка, которая занимается тем, чем занимаюсь я, стараюсь быть теми, стараюсь следить. Мне это нравится, мне доставляет удовольствие, я люблю наряжаться. Конечно, у меня случаются промахи, и у меня и были моменты каких-то неудачных поисков. Когда-то работаю со стилистом, иногда сама наряжаюсь. По-разному, короче, бывает. Но, в общем и целом, я катикорична в отношении собственного мнения. И если мне, допустим, люди, вкусу которых я реально доверяю, говорят, что это не ок, я не буду ослушиваться. Интересно. У меня наоборот. Я когда работала с стилистом, и иногда работаю на съемках, я часто вижу, что просто стилист классный видит картинку, но не видит, как это сидит на мне. И мне это не подходит, то, что он видит в себе идеальную картину. Таких людей, на самом деле, которые способны адаптировать моду под конкретного человека, их очень мало, и это действительно профессионалы. Но у меня есть, наверное, одна такая подруга, мнению которой я вот прям доверяю. Но мы с ней, знаешь, как в итоге не очень сошлись именно в моей сценической истории, потому что она суперталантливый стилист в, скажем так, не медиа, вот в моем шоу-бизнес-мире. И когда я говорила, что она, допустим, она мне говорит, зачем ты так ярко красишься? Я говорю, ну потому что это же сцена, ну нужно, чтобы вот глаза было видно. И она мне, допустим, говорила еще там, не знаю, лет 8 назад, она мне говорила, не крась глаза. Я говорю, ну как я выйду без глаз? Хотя сейчас я понимаю, что как бы я легко могу выйти без глаз. Это еще вопрос, на самом деле, каких-то комплексов на тот момент моих. Очень красиво накрашена. Я посмотрю, ты накрасила или нет? Очень красиво накрасила. Я накрасила, конечно. Ну это я говорю про то, что есть какие-то модные штуки, которые не всегда ложатся на сферу поп-музыки, вот, которой я все-таки занимаюсь, да, давайте смотреть правде в глаза. Ну да, ты на сцене, и тебе нужно... Миница Бьорк, да, это поп-культура, это шоу-бизнес, это определенные ожидания от аудитории, от даже, да, платежеспособного сегмента, потому что это в том числе и бизнес. Поэтому, ну, как бы заигрываться очень сильно со стилем и модой, в моем случае, можно, но, наверное, не нужно. Как ты предпочитаешь одеваться на каждый день? Ой, я обожаю оверсайз, что-то широкое, просто максимально, чтобы ничего не трогало, не касалось меня. Но я понимаю, конечно, что ходить так всегда невозможно, но иногда мне хочется быть такой очень женственной. И мне, кстати, нравится, что люди так, в принципе, меня, мне кажется, считывают, потому что мне много об этом пишут. Слушай, ну ты сейчас стала вообще лицом большого маркетплейса, одного из гигантов, Озон, как ты себя чувствуешь? Лучше маркетплейс. Вообще подписываюсь, обожаю Озон. Действительно, не потому, что я с ними только сотрудничаю, я супер с ними на связи и как клиент. У меня половина квартир это склад Озон, потому что мы покупаем кучу всего. Но вот как ты чувствуешь себя в роли амбассадора, такого довольно большого гиганта? И, кстати, вот твое лицо, когда ты заходишь на Озон, твое лицо, баннер на весь оттости. Потому что я каждый день что-то заказываю на Озоне. Ты представляешь, вся Россия видит тебя в телевизоре, на первом канале, а потом захочет заказать, ты еще в Озоне. Вообще безумная народная популярность. И мне кажется, какое-то невероятное ощущение. Почему я сказала про пик? Потому что я не знаю, что еще может быть. Я надеюсь, что еще будет что-то еще круче. Вот как тебе сотрудничество с маркетплейсом? Ой, я очень-очень довольна. Не знаю, насколько это, конечно, корректно говорить, но они, наверное, мои любимые рекламодатели. Не, наверное. И у нас, фу-фу-фу, знаешь, как-то очень коммуникация классно складывается. И мне очень нравятся все рекламы, которые мы снимаем. Они прям классные. И мне очень приятно, что у меня коллеги, артисты говорят, что, блин, такая классная реклама, такая яркая. Классно. Потому что, честно тебе скажу, редко когда именно вот телевизионная реклама получается какой-то прикольной. Знаешь, вот что-то прям ей доволен. А тут я очень всем довольна. И это тот момент, когда я могу сказать, что мысли точно материальны и мечты сбываются. Потому что я всегда все заказывала тоже на озоне. Особенно, знаешь, когда была беременная. Вот это гнездование. И ты просто сидишь круглосуточно что-то заказываешь, какую-то мелочевку, что-то покупаешь. Плюс я не хожу в магазины. Я все продукты заказываю на тоже озоне. За исключением фруктов, овощей, на рынок езжу иногда. А тут все остальное. У нас аналогично. Да. То есть у меня курьеры там иногда по два-три раза в день приезжали. Каждый день. И я думала, ну когда же уже ко мне придет Озон? Просто потому, что они должны увидеть, сколько я покупаю, что я просто ненормальная какая-то покупательница, которая действительно делает им неплохой бюджет, если так взять, знаешь, на круг за год. и это случилось. Плавное тогда перейдем к любимым брендам, которые, скорее всего, и тоже есть на Озоне. Кстати, на Озоне есть очень много брендов, которые ушли, но они продаются сейчас за Озон. Это очень прикольная штука, инструмент, если вам сильно нужно найти даже новые коллекции. Какие бренды ты любишь в целом носить? Российские, зарубежные? Ну, по-разному. Я не бренд аддиктит, как говорят на западе. Есть любимые дизайнеры или какое-нибудь такое настроение, так скажем? Настроение, да. Ну, вот сейчас, допустим, когда приезжаю за границу из брендов, мне, я хочу зайти в Шанель, допустим, Алла Я. Ну, и что-то, может быть, я не могу вспомнить кого-то, наверняка не могу. Но я захожу в Кос всегда, вот такие, знаешь, где базовые вещи. А так, я, в принципе, не могу сказать, что я фанат вот кого-то одного. Ну, вот Сен-Лоран мне очень нравится, то, что они делают вообще вот стиль. Мне кажется, он мне очень идет. Я бы хотела, конечно, быть амбассадором. Сен-Лоран, они такие, я не знаю, наверное, для худых и очень высоких. Или, мне кажется, или, может быть, стереотип. Но меня, например, Сен-Лоран любит Алексей Житковский, из гостей, который у меня был, потому что он высокий, и на него Сен-Лоран классно садится. Из того, что мы можем сейчас посмотреть на рынки в России. Русские дизайнеры. из России русские дизайнеры вообще такие молодцы. Я очень хочу похвалить. Вот на мне сейчас, кстати, в основном русские дизайнеры. Это офигенные джинсы Love Republic. Кстати, перейдем к рубрике В чем ты? Да, в чем ты? В печали, в пальто, как известно. Love Republic. Это 12 Stories майка. Это классный бренд питерский, называется My Seasons. Делает очень классная модная девочка Хана Хмелева. И вообще, мне, кстати, вот если говорить о коде бренда, мне очень нравится то, что делает Хана, вообще ее стиль. Мне прямо это очень близко, и я вдохновляюсь всегда с большим удовольствием. Я в восторге от того, как развиваются Lime. Я в восторге от того, что делает Иконика. Иконика супер. Да, они прямо красавчики. 31 Gate. Ну, у нас действительно вот за эти два с половиной года, первое время было, конечно, тяжело, но наши многие бренды, мне кажется, совершили просто невозможное. То есть они так выросли, и мне кажется, что Lime заменил Zara, хотя первое время казалось, что это вообще невозможно. Но как будто бы получилось. я тебя подержу, потому что на мне сегодня тоже все русские дизайнеры практически... А, ты не сказала, что у тебя из обуви. У меня Шанель, да, у меня Шанель. Ну, это вечная классика. Могу ли я сказать, что я пришла в таких же и переобулась буквально в кадре, потому что я села напротив Юли, и мы посмотрели друг другу на ноги и поняли, что у нас одинаковая обувь, и мне пришлось поменять. Но, слава богу, под рукой были другие Шанельки, тоже босоножки с Шанель. Кстати, одежда у меня вся российских дизайнеров. Это Юлия Вейв, это русский бренд Outimantis. О, я их тоже обожаю. Outimantis. Кстати, Gay 31, у меня тоже висит рубашка, моя любимая, я их тоже обожаю. Вот. А украшения Seven World, они тоже крутые. Я поменяла на 90% на российских производителей. я, кстати, спокойно. То есть, я вот даже сейчас куда-то когда езжу, у меня, знаешь, нет уже такой паники, типа, а, мне все надо. Ну, то есть, я, не знаю, покупаю какие-нибудь сумки, туфли. Абсолютно то же самое. И то я стараюсь уже даже не покупать что-то такое, знаешь, то, что вот в пике трендовое, потому что я понимаю, что, окей, эта сумка там модна этим летом, а следующим летом она уже будет не модная. То есть, что-то такое более вечное. Есть такое, потому что... Инвестиции в гардероб. Хотя, финансисты говорят, что это все, конечно, не инвестиции, а обманывание себя любимой. Спасибо, что пришла сегодня. Спасибо, что позвала. Ну что, мы сегодня говорили с Юлианной Карауловой, прекрасной телеведущей, певицей, мамой, можно сказать, и блогером частично. Напишите, как вам выпуск, и увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok